Нет сомнений. Вы будете против. Да. А для чего это делается? Во-первых, почему, да, вот о чем Лена спрашивает? Ну, это принудительность, прежде всего. Это для мобилизации? Думаю, что да. И думаю, чтобы не было такой ситуации, как она была, когда была впервые объявлена мобилизация, когда тысячи молодых людей, мужчин этого возраста покинули пределы страны, чтобы не подпадать под эту мобилизацию по разным источникам, но это десятки тысяч человек. И я считаю, что прежде всего я, как человек гражданский, не военный, я не понимаю, а где наша основная армия, которой мы так гордились, и которой говорили, что у нее 70% уже перевооружение современным оружием и так далее. Где это все? Я не могу принять то, что я не понимаю. И вообще впечатление очень большой все-таки поспешности принятия этого закона и предположения о том, что все имеют личный кабинет, у всех работает интернет, даже у тех, кто находится где-нибудь в горах, на заимке работает и прочее, прочее, я считаю, что давайте не будем лукавить. Мы все понимаем, на что этот закон направлен. Как вы будете пытаться, если будете достучаться до каких-то людей во власти, или сегодня это бессмысленно, и никого не слышат? Куда дальше стучаться? Если вы имеете в виду совсем-совсем верховную власть, у меня нет контактов на сегодняшний день, чтобы достучаться, ну а потом, я думаю, что вряд ли я буду услышана. А может быть как-то попытаться достучаться до ваших коллег в Совете Федерации? Или это невозможно? Вот вы понимаете, я ведь общаюсь не только вот в зале заседания, общаюсь с ними. Вот, например, после одного из последних таких шумных голосований моего выступления против, я вхожу в лифт, чтобы подниматься к себе в кабинет. Ну, заседание кончилось, все выходят, лифт набит, мы плотно друг к другу стоим, и один человек, который стоит ближе всего ко мне, мы стоим прям как солдатики, потому что места мало, находит там где-то внизу мою руку и крепко ее тихонько пожимает, чтобы никто не видел. Понимаете, на меня это произвело такое впечатление, то есть он как бы показал, что он со мной согласен и пожимает мне руку, так, знаете, по-мужски. Ну, а чего ж ты молчал? Чего ж ты, мне кажется, хотелось ему, ну, я не буду его подводить. Ну, вот, и мне кажется, таких людей немало. А почему молчат? Терять-то уже нечего. Это как, знаете, эффект Иосифа Пригожина. Казалось бы, те люди, которые выступают в Лужниках и на всех, на всех, на всех дежурных государственных мероприятиях в поддержку, на самом деле думают иначе. И мы теперь это все увидели и услышали. И там тоже есть люди, которые, которые понимают, которые с какими-то остатками, надеюсь, совести, чести, но страх. Вот самое страшное, просите за тавтологию, то, что я вижу в нашем парламенте, какой-то сковывающий, чудовищный страх. Люди боятся. Они боятся что? Боятся выразить свое мнение. Чего, Алимила Борисовна? Боятся, вот как в том примере, который я привела, боятся выразить открыто свою поддержку даже вот тому, кто может об этом говорить или говорит. Вот страх, и это касается, я думаю, не только Совета Федерации, это касается всего нашего общества в целом. Потому что, когда всякие социологические опросы показывают нам цифру чуть ли не 70% поддержки, мы не верим и я этому не верим. И я этому не верю. Именно в силу вот этого обстоятельства. Про элиту после разговора с Пригожина, с Ахметовым, когда этот разговор вышел, все стали говорить о том, что и я свидетель этих разговоров внутри бизнеса, внутри других представителей власти, что это так думают 99% на самом деле. люди, принимающие решения. Я думаю, что мы никогда не узнаем точную цифру. Подслушанный разговор вообще приличные люди не комментируют. Но вот это показывает все фальшиво селицемерие нашей официальной пропаганды и идеологии. Я думаю, если бы мы с вами подслушали бы разговор Соловьева и Косилева дружеский, я думаю, мы многое услышали бы того, чтобы нас тоже удивило. селицемерие